Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Перед вами модель, настоящий флагман от компании Lenovo Lenovo K910 Серия Vibe, маркировка Z Или просто Lenovo Vibe Z Поставляется смартфон вот в такой вот коробке Коробка полностью идентична Lenovo K900 Изменились только вот эти вот надписи Давайте рассмотрим, что там в комплекте у нас внутри Во-первых, в комплекте поставляется вот такая вот скрепка Которая нужна нам для открытия слотов под симки Дальше в комплекте у нас документация, гарантийные талоны Гарнитура вакуумная, USB кабель И обязательно зарядное устройство очень хорошего высокого качества Двухамперная Нет, полтораамперная Что же из себя представляет смартфон Lenovo K900? Во-первых, эта модель является продолжением, скажем так, серии K900 Поэтому называется K90010 Эта модель имеет очень такой интересный дизайн Но производителем было использовано в качестве материалов изготовления пластик Здесь спереди идет загаленное стекло Скорее всего, это Gorilla Glass 3 Сверху мы видим логотип Lenovo Фронтальная камера, датчик освещения приближения, решетку динамиков Сразу же чуть-чуть снизу под этой решеткой есть индикатор светодиодный пропущенных звонков и вызовов Снизу мы видим кнопки еле видны без включения дисплея Но мы включим и покажем вам это меню домой-назад С этой грани у нас есть как раз разъем под наши сим-карты Обращаю ваше внимание на то, что данная модель является настоящим, самым, что ни на есть, флагманом И при этом поддерживает две микросим Наверное, это одно из самых больших достоинств этого смартфона Сверху у нас есть кнопка включения-выключения и разъем под наушники С этой грани у нас есть качелька громкости К тому же, которая умеет разблокировать смартфон Так как тянуться к верхней кнопке иногда бывает очень неудобно Поэтому можно нажать качельку громкости и смартфон разблокируется Сзади мы можем видеть не металл Это структурированный пластик под металл Не знаю, почему производитель решил сделать именно так, но сделал и сделал 13-мегапиксельная камера Светодиодная вспышка двойная Вспышка довольно-таки хорошая Второй микрофон Логотип Lenovo И вот хромированный такой ободок Решетка под динамик Кстати говоря, спереди также располагается здесь микрофон, еще один По поводу нижней грани смартфона Это стандартный USB разъем, который, несмотря на то, что поддерживает OTG функцию Он еще и поддерживает передачу данных USB 2.0 Также обращаю ваше внимание на то, что динамик на задней скошенной части Он очень выгодно здесь расположен Так как если мы положим этот смартфон просто на ровную поверхность То звук из этого динамика не будет перекрещиваться и пропадать Новый Lenovo K910 построен на базе очень мощного процессора Snapdragon 800 от компании Qualcomm Давайте посмотрим технические характеристики через программку Antutu И убедимся в этом сами Во-первых, набирает эта модель сумасшедшие 35-36 тысяч баллов Это очень классный показатель действительно И теперь смотрим Snapdragon 800, графический ускоритель Adreno 330 Здесь Full HD разрешение экрана 1920х1080 Здесь 13-мегапиксельная камера 2 ГБ оперативной памяти 16 ГБ встроенной Процессор у нас 4-х ядерный с частотой 2,150 МГц Размер экрана 5,5 дюймов Матрица данного дисплея IPS Плотность точек составляет 400 Фронтальная камера на 5 мегапикселей Есть у нас LED-вспышка Есть индикаторы на экране И много интересных датчиков Практически тут все датчики присутствуют Количество точек касания экрана Можно посмотреть через программку Antutu Tester В тесте Multi-Touch Здесь их 10 точек касания И давайте посмотрим все наиболее важные датчики в смартфоне Здесь есть отлично работающий GPS Есть Wi-Fi, Bluetooth, компас, акселерометр Датчик приближения, датчик освещения Вспышка Довольно-таки хорошая Есть гироскоп Есть технология OTG USB поддерживает NFC технологий здесь в данном смартфоне нет По поводу прошивки скажу следующее Смартфон пришел из Китая к нам с английским языком Мы нашли на форумах Скажем так, самую последнюю интерпретацию этой прошивки Это 4.2 Android Версию прошивки сейчас я вам покажу, продемонстрирую Скажем так, есть здесь некоторый софт на английском языке Но на данный момент это самое последнее, что мы смогли найти Есть возможность обновления по воздуху через Wi-Fi Приходили мне обновления здесь на камеру, на галерею в этом смартфоне В принципе с этим все хорошо Есть стандартные настройки экрана Здесь можно выбрать тон Эффекты экрана Можно выбрать оттенок, резкость, насыщенность картинки Что вам привычнее, что вам ближе к себе То можно и выбирать Также в прошивке есть много различных датчиков, жестов, движения Но как вы видите, все оно на английском языке И с этим нужно разбираться Что там и как там Уровень яркости у этого смартфона довольно-таки хорош Вот минимальный уровень яркости И вот максимальный То есть как на солнце летом, допустим, при прямых попаданиях солнца Как и в темноте в полной Можно довольно-таки удобно и комфортно работать с этим смартфоном И с таким экраном Что касается производительности этой модели Я думаю, тут и все и так понятно Во-первых, я продемонстрирую вам скриншот с теста Epic Citadel На максимальных настройках Соответственно, при разрешении картинки 1920 на 1080 52,9 FPS Это значит, что любая графика современная будет запускаться без проблем Давайте смотреть, как запускаются современные игры Давайте разбираться Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это очень хороший уровень и показатель производительности. Экран смартфона, конечно же, один из лучших вообще на данный момент среди всех мобильных устройств. Здесь 5,5-дюймовый дисплей, тут Full HD разрешение и IPS-матрица. Цветопередача шикарная у этого смартфона, у этого дисплея. Давайте посмотрим картинки. Углы обзора. Углы обзора максимальные здесь. Экран, как по мне, такого же уровня, вот как был у K900. По экрану, мне кажется, ничего особо так и не изменилось. Просто экран действительно очень высокого уровня. Что касается GPS-модуля, в смартфоне всё отлично с этим. Вот такое вот количество спутников ловит смартфон в помещении. Также можно по этому скриншоту видеть, что смартфон работает с GLONASS спутниками. И вот через GPS-тест количество принятых спутников. Когда ко мне попадают в руки такие смартфоны, смартфоны такого уровня, когда у них максимальное железо, когда отличные камеры, когда очень высокая цена за устройство. Очень важным вопросом является в таком смартфоне аккумулятор. Насколько он хорошо отрабатывает свои заявленные емкостя и свои заявленные амперы. В данной модели емкость аккумулятора составляет 3050 единиц. Я тестировал эту модель в Antutu-тестере. В Antutu-тестере у меня выдавала ошибку, он сбивался и не хотел тестироваться. Поэтому я приведу вам лишь две цифры. Первая цифра. Я тестировал эту модель в игре, в Epic Citadel. Модель, обращаю ваше внимание, 100% зарядки, 46 минут и время пользования 1 минута. За всего лишь 2,5 часа он у меня разрядился со 100% до 5. Я расстроился, думал, что всё, такая классная модель и такой паршивый аккумулятор. Но потом я начал тестировать видео. Я всегда тестирую видео с максимальной яркостью. И смотрите, что я получил. 14.34, 100% у меня заряда аккумулятора и 6% зарядки аккумулятора. Время у меня 22 часа 38. Время с момента включения 8 часов 30 минут. Смартфон 8 часов у меня без перерыва воспроизводил видео с максимальной яркостью. Я был этим шокирован. Вместе со смартфоном в комплекте поставляются вот такие вот вакуумные наушники. Это же является и гарнитурой, по ней можно разговаривать. Также в комплекте поставляются вот такие вот насадочки. Что я хочу сказать про звук в данной модели. Во-первых, эти наушники комплектационные. Они очень хорошего качества, очень высокого качества. Можно, в принципе, даже не задумываться о покупке сторонних наушников. Что касается самого качества воспроизведения звука. Что внешне, что через наушники звучание этого смартфона очень хорошее. Я могу сравнить звучание, как было у модели Lenovo K900. Не могу сказать, что лучше, но и не хуже. Поэтому однозначно за звук плюс. И давайте посмотрим, как воспроизводится видео на этом смартфоне. Ну и с каким звуком, естественно. Возникла идея собрать команду из выдающихся людей. Чтобы однажды они могли сразиться там, где мы бессильны. Господа, на что вы готовы для этого? По поводу камеры хочу сказать следующее. Здесь очень хорошая камера, как фронтальная, так и основная. Основная здесь на 13 мегапикселей. Фронтальная 5 мегапиксельная. Что хочу сказать по поводу работы автофокуса и всех вот этих вот моментов. Когда делаешь фотографию, допустим, в бесконечность с автофокусом, чтобы он отработал на бесконечность, то иногда он теряется. И возможно при близких объектах, то есть когда макросъемка, то автофокус тоже почему-то не всегда срабатывает, скажем так, на максимум. Он то ли не может сфокусироваться, то ли еще что-то. В целом качество фотографий получается очень достойного уровня. Но вот не хватает какой-то резкости, не хватает какой-то четкости изображения. Возможно это будет исправлено в последующих там прошивках, которые более доведенные будут до ума. Видео записывается, естественно, в формате Full HD. Тут никаких вопросов, нюансов просто и быть не может. Качество фотографий, вот вы видите, все четко, все очень красиво. Я эти фотки выложу, все посмотрите. Из основных настроек здесь есть разрешение, качество картинки, вспышка, стабилизация изображения. Здесь очень много, есть расширенные настройки и много-много всего интересного. По камере, в принципе, я могу сказать, что мне камера понравилась. Но, возможно, нужно ждать обновления прошивок, чтобы камера заработала, в частности, автофокус еще лучше. Я думаю, можно подводить итог. В моих руках Lenovo K910. Это следующий флагман от компании Lenovo. Модель действительно очень хорошего качества. Из основных плюсов данного смартфона. Это то, что эта модель на сумасшедшем процессоре Snapdragon 800. Это флагманский процессор. Все Samsung Note 3 и тому подобные модели все выпускаются на этом процессоре. Но выделяет эту модель одна единственная особенность. Здесь две сим-карты. Я на своей памяти не знаю моделей такого уровня, флагманских моделей с таким железом, чтобы в них было две сим-карты. То, что в этом смартфоне две сим-карты, я об этом уже сказал. Однако, я совсем забыл упомянуть, что в этом смартфоне два активных радиомодуля. То есть, две сим-карты активны даже в режиме звонка по одной из них. К вам могут дозвониться на другую. И, в принципе, даже можно с такой функцией, с двумя радиомодулями, позвонить с одной сим-карты на другой. Я, к своему сожалению, не могу вам продемонстрировать эту функцию, так как у меня нет двух microSIM. Поэтому придется просто мне поверить на слово. Плюс, здесь отличный аккумулятор, 3050 мАч, хорошо оптимизирована работа с этим аккумулятором у смартфона. Мне нравится внешний вид, однако здесь нет металла, как это может показаться, но выглядит смартфон очень-очень солидно. Великолепный звук в смартфоне, что через наушники, что через внешние динамики. Хороший заводской комплект. Видно, что все комплектационные аксессуары в смартфоне очень качественные, очень добротные и прослужат долго. Что наушники, что USB кабель, что сама по себе зарядка. Из минусов могу сказать, что смартфон действительно дорогой. Цена порядка 460-470 долларов на данный момент из наличия в Украине. Конкуренты, тот же LG G2, он немножко дешевле идет. Но такой модели, я еще раз говорю, две сим-карты, такого нет. Камера, в принципе, мне понравилась, однако немножко не отрабатывает на всю катушку автофокус. Возможно, в будущем с обновлением прошивки это кардинально изменится. По производительности нареканий никаких нет, все игры летают, все игры воспроизводятся вообще без каких-либо проблем. GPS, я молчу, вы все видели в обзоре, GPS тоже плюс однозначно этой модели. На этом все, спасибо за внимание, ставьте лайки, кому понравилось, подписывайтесь на наш канал. Будет очень много интересных моделей, впереди модели ZTE, тоже будет модель ZTE на Snapdragon 800, посмотрим, что представляет она из себя. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok